Всем привет очередной порции жизненной мудрости пользователей портала Тутбай. С вами готова поделиться я, Катя Пытлива. Начнем. Многие сейчас активно пользуются услугами различных зарубежных онлайн-магазинов, в основном китайских, чтобы подешевле заказать себе одежду. Как же не прогадать с размером, заказывая себе обновку, нам подсказал Андрей. Первое и самое важное, что нужно сделать, это точно узнать свои параметры. Мужчинам для выбора брюк пригодятся рост, длина внутреннего шва и размер талии. Но кроме этого, стоит учесть также размер бедер и ширину таза. Для выбора рубашек убедитесь, что знаете размер груди, длину рукава и размер шеи. Женщинам для выбора любой одежды нужно измерить обхват груди и размер талии. Также вам будет нужен размер бедер и размер внутреннего шва брюк. Теперь просто воспользуйтесь предложенными таблицами или пройдите по этой ссылке. Данный сервис поможет быстро и без труда определиться с любыми размерами. В наше время стать звездой можно легко и быстро при помощи интернета. Но как же создать тот самый хит ютюба, не имея навыков видеомонтажа? Об этом в подробностях нам рассказал Дмитрий. Этот онлайновый редактор видео позволит вам без особых трат времени и предварительного обучения создавать яркие ролики. Для его использования вам понадобится создать аккаунт или зайти с использованием учетной записи Facebook или Google. После этого можно добавлять ролики, картинки и аудио со своего компьютера, либо их импортировать. После этого можно приступать к обработке загруженных материалов. Встроенный редактор будет просто освоить даже новичку. Если вы хотите сделать ролик по-быстрому, без всяких усилий, можно воспользоваться одним из предлагаемых шаблонов. В результате ваш ролик будет оформлен в стиле ретро-фильма, музыкального клипа или романтического видео. В нашем прошлом выпуске мы познакомились с лайфхаком для тех, кто хочет сделать свою обувь менее скользкой. Погода шепчет. Ну а наша пользовательница Анна рассказала, как не портить обувь, ничего с ней не делать, но тем не менее сохранять равновесие даже в самую скользкую погоду. Технику безопасного передвижения в скользкую погоду не зря назвали в честь пингвинов, ведь именно их вам и придется имитировать, чтобы не упасть. Во-первых, стоит перенести центр тяжести вперед на шагающую ногу. Руки лучше освободить и расставить в стороны. Некоторые советуют стопы слегка расставить, а кто-то наоборот косолапить. Делайте маленькие шажки, будьте внимательны, прислушивайтесь к своему телу и нетравмоопасной вам зимы. На сегодня это все. Пишите нам, делитесь своими хитростями eosobakatutby.com. Авторы самых интересных, конечно, получат подарки от нашего портала. Пока!